Сегодня завершается карантин в школах областного центра. Продлевать его не собираются и завтра образовательные учреждения вновь смогут принять учеников. Об этом было заявлено сегодня на брифинге руководства Роспотребнадзора и городского образования. Алена Сувтина с подробностями. 21 день на исходе, это значит, что инкубационный период микоплазменной инфекции, которая вызвала рост заболеваемости вне больничной пневмонии, истек. Всего за эти три недели в Великом Новгороде было зафиксировано 494 случая. Из них 155 детей детсадовского возраста. Что характерно для микоплазменной пневмонии? То, что эти заболевания, оно в основном протекает в легкой и средней тяжести. Часть из этих детей, они находились на госпитальном лечении, и часть из них, они находились на амбулаторном лечении. Разобщение школьников благоприятно отразилось на статистике. С момента объявления о продлении каникул, количество случаев заболеваемости вне больничной пневмонии снизилось на 21%. И уже завтра, 10 ноября, после столь долгих осенних каникул, школьники вновь сядут за парты. Впрочем, нюансы зависят уже от самих учебных заведений. В соответствии с законом об образовании, само образовательное учреждение корректирует учебный график. И, следовательно, если кто-то выбрал последнюю вот эту неделю как каникулы, то они имеют право завтра еще находиться на каникулах и выйдут тогда в понедельник. То есть только в связи с этим. А так, в принципе, все образовательные учреждения 10 числа приступят к занятиям. Тем временем продолжается эпидемическое расследование. Первые причины уже озвучены. Это нарушение процедуры проветривания в классах, нарушение системы вентиляции и отсутствие тех самых утренних фильтров, которые помогли избежать массового заболевания в детских садах. Впрочем, как озвучили на брифинге, в областном центре в 20% школ и гимназий. Медицинских работников, которые могли бы следить за состоянием здоровья школьников, попросту нет. Алена Савтина, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение.